Лучше стоять в очереди на избирательный участок, чем в МОРК или в СИЗО. А перспективы у нас реально так и такие. Уже написаны научные работы по сопоставлению гитлеровского плана ОСТ с практикой, с повседневной политической, экономической и социальной практикой Владимира Владимировича Путина. Человек 50 посадить на пожизненное образование в отрасли, как минимум. И человек 50 посадить на пожизненное здравоохранение. Но для этого в стране должны быть психически нормальные руководители, которые эту территорию хотят развивать, а не хотят ее грабить. Я пока таковых, наблюдая за государственной политикой, не вижу. Мы их сажаем за воровство. Все. Все, дорогие друзья. Нас в УТО не держат ничего, соглашение ничтожное по международному праву. Вот какой вопрос. Вы упомянули то, что хороший доход мы получаем с транзита. Вот Сергей Кужугетович упомянул, что мы будем прокладывать кедровый путь через Сибирь, связывать Китай с Европой. Насколько это выгодно? Насколько это целесообразно? Значит, транзит – дело хорошее. Транзит в условиях, когда баланс сил в Мировом океане резко меняется. И это может привести к частичному блокированию мировых перевозок по морю. Это хорошо. Что мы увидели в Советском канале с двумя авариями подряд? Это было две. Мы увидели то же самое, что нам показывали с сомалийскими пиратами, что морское судоходство – это ненадежно. Китай – большой привет. Соответственно, Китай ищет, как прорываться в Европу мимо Америки. Вот вам северный морской путь. Вот вам сухопутный путь по России. Наша задача, чтобы везли не через Казахстан и дальше хвостик по европейской части России, а чтобы везли сразу через нас. Нечего этим русофобам отдавать, так сказать, деньги. Но насколько это получится, это вопрос открытый. Понимаете, это же пока все предвыбранный разговор. Вот сейчас Шойгу всех этих идей накидает, а потом бум, и останется вдруг министром обороны. О, будет веселуха. И ничего не будет реализовано. Это сейчас выглядит человек, как будто он собрался на пенсию. А вообще, Михаил Игоревич, какую нужно иметь должность, чтобы подобные планы реализовать? Построить пяток городов, людей туда переселить, и транспортные артерии проложить? Вы знаете, вот пяток городов и людей переселить, и это все следствие. Или вы ставите предприятие, а чтобы поставить предприятие, чтобы эти шоты должны произойти, вы должны очень жесткий протекционизм вести. И очень сильно развивать технологии. Развитие технологий, это понятно. Это человек 50 посадить на пожизненное образование в отрасли, как минимум. И человек 50 посадить на пожизненное в здравоохранение. Потому что невозможно образование при нынешней ситуации в здравоохранении. Просто образованные люди начнут задавать вопросы, и кого-то придется сажать. Или тех, или этих. Так что все эти разговоры про города пока производят впечатление очень странное. То есть, ребята, а вы собираетесь построить города, их обитатели будут друг другу пиццу продавать? Или друг другу канализацию ремонтируют? Нет, это тоже вариант, на самом деле. Потому что у нас же политика России без русских. Россия не для русских. Значит, завезут там 20 миллионов из Средней Азии. Завезут там пару миллионов из Афганистана. Ну, будут они там жить себе в больших кишлаках, в больших аулах. Но, как бы, пока это выглядит так, скажем так. Пока это выглядит так. Потому что как только люди говорят о строительстве городов, не задаваясь вопросом о том, а что в этих городах будут производить, это про гастарбейт. Про гастарбейтеров. Понятно. Значит, а концептуально. Вот смотрите. Я когда-то еще лет, наверное, 10 назад слышал интересную мысль. Типа, вот вы жалуетесь россияне на плохие дороги, но поймите, если дороги станут по-настоящему хорошие, и китайские товары с какого-нибудь там Алиэкспресса будут доставляться в Москву не за две недели, а за два дня, то российский бизнес, который и так на ладан дышит, он вообще сдохнет, и никакой конкуренции не будет, и мы помрем, никакую промышленность мы поднять не сможем уже никогда. Простите, пожалуйста, для товаров длительного хранения, типа вот этой чашки, вам не все равно за два дня доставка или за две недели? Вот так, положа руку на сердце. Учитывая, что огромные дистрибьюторские склады уже в России, все это уже в России, все, что гражданин России теоретически может купить на Алиэкспрессе, уже давно лежит в России. И доставляется, да, если на Алиэкспресс там, наверное, что-то доставляется за две недели, но, извините, на Озон доставляется день в день эти же самые товары с вот такусенькой наценочкой. Ну, может быть, вот такусенькой, не знаю. Так что это разница непринципиально, и это вопрос государственной политики. Потому что протекционизм, разумный протекционизм, который защищает своих производителей. В страну же заходят либо товары, либо инвестиции. Зачем страну в чужую инвестировать, когда можно у себя все произвести, эти товары привезти? Значит, любой нормальный ответственный руководитель, если он вдруг заведется в нашей стране, скажет, братва, значит, вот смотрите, вот наши планы производства. Как сделал Маслюков с мясом птицы, а перед этим с мясом свинниковского. Вот сколько могут производить наши производители. Соответственно, дефицит мяса сегодня составляет 600 тысяч в год. Через два года он составит 50 тысяч в год. Вот наш импорт будет сокращаться таким образом. Делите квоты на импорт между собой. Ну, там поделили в стиле начала нулевых, все люди были из 90-х, там кто-то не пережил этой дележки. Не важно. Не важно. Вот это нормальный протекционизм. Да, и знаете, даже цены выросли в российских магазинах. Все были люто недовольны, а потом эти цены легли на место. Относительно покупательной способности, разумеется. Потому что это рабочие места. Это нормализация жизни. Это защита от всяких внешних потрясений, не говоря о внешнем шантаже. Но для этого в стране должны быть психически нормальные руководители, которые эту территорию хотят развивать, а не хотят ее грабить. Я пока таковых, наблюдая за государственной политикой, не вижу. Причем, когда нам говорят, ой, а мы подписали соглашение ВТО, это все вранье и обманки. Потому что, во-первых, ВТО не работает уже года три, в принципе. Неизвестно, будет ли когда-нибудь работать. Во-вторых, санкции против нас от нарушения соглашения ВТО, то есть семь лет назад, мы могли забить на все. Но мы же продолжаем святее Папы Римского. Да, соглашение. Ну, заставь друг о Богу молиться, он у лоб расшибет. Это же ровно про то же самое. И, наконец, самое главное. Мы подписали соглашение ВТО настолько невыгодное, что подписывать это можно было в двух состояниях. Либо они могли быть подписаны людьми сумасшедшими, либо они могли быть подписаны конченными коррупционерами. И то, и другое по международному праву является юридическим основанием для ничтожности договора. То есть, мы предъявляем справку, что господа Греф, Кудрина, Компания были психически ненормальными в момент подписания этих соглашений. Вариант второй. Мы их сажаем за воровство. Все. Все, дорогие друзья. Нас в ВТО не держат ничего. Соглашения ничтожны. По международному праву. Но для этого нужно заботиться о своей стране, о своем народе, а не о том, чтобы этот народ устребить и заменитить кем-нибудь другим. Когда я говорю устребить, я совершенно не утрирую. Вся государственная политика направлена на истребление населения Российской Федерации. Уже написаны научные работы по сопоставлению гитлеровского плана ОСТ с практикой, с повседневной политической, экономической и социальной практикой Владимира Владимировича Путина. Очень, знаете, внушает, я бы сказал. Михаил Геннадьевич, с другой стороны, многие насчет кедрового пути проекта «Шойгу» спрашивают, но ведь улучшение транспортной связности с Китаем, оно просто упростит вывоз нашего леса. В этом смысл подобных преобразований? Смысл подобных преобразований нормальный. Повышение конкурентоспособности. А все остальное – это госрегулирование, потому что лес прекрасно вывозится и прекрасно выбривается по плохим дорогам. При той норме рентабельности, которая имеет место, хорошие дороги разграбление России улучшат не сильно, некачественно. Так что здесь имеет место нормальная, правильная, разумная, предвыбранная кампания. Что там вам за сообщение приходит? Вопрос открытый. Ну а транзит от Тихого океана до Атлантического должен быть налажен по нашей территории. Это правда. Что там за сообщение приходит? Опять TikTok-канал заблокировали? Да, заблокировали TikTok-канал, причем за принижение достоинства и издевательства, и без права апелляции. Поразительное явление. Я, ну, народ спрашивает, как, кто у нас идет от Единой России, так сказать, кто у вас подпольный ядрос? А таких на самом деле очень мало. Самовыдвиженца, который якобы с Единой Россией не связан. Ну, сейчас любой самовыдвиженец по определению, он ядрос. Потому что собрать подписи и добиться признания этих подписей местными властями, это может быть только и Единая Россия. По всей стране 12 штук таких, из них аж пятеро в Москве. Это Олег, ну, поскольку меня в TikTok заблокировали, я здесь объясняю. Первое, это Олег Леонов, Центральный административный округ. Был очень приличный человек. Был замруководителя, как я понимаю, московской Лизы Алерки. Был человек, который реально пытался спасать детей. Но сейчас он будет голосовать за пенсионный возраст до 70, за насильственную вакцинацию всех ваших детей, ну, и за все остальные зверства, которые предложит Единая Россия. Был человек, нет человека. Анатолий Вассурман по Преображенскому округу. Эрудит, умница, хороший человек. Ну, вот, решил продать душу, так сказать, партии сатанинского козла в медвежьей шкуре. Судя по всему, все у него хорошо получается. Продается. Дмитрий Певцов. Ну, там все понятно. Актер даже не театра ленинского комсомола. Они, значит, чтобы ленинский комсомол не говорить, они переименовались. Это теперь театр Ленком имени Марка Захарова. Да? Но я не уверен, что он продал душу, потому что не уверен, что было что продавать. Но актер, говорят, хороший. И по 198-му, по-моему, округу в Москве идет девушка Брюханова. Эта дама представляет фонд Каца и Варламова. Понятно, что это урбанина, тесно связанная с московскими властями. И второй там какой-то человек с простой фамилией, типа Мельников, Алексей Молодой, 30 лет ему, идет от общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Зачем они там наблюдают? Ну, за СИЗО, наверное, каким-нибудь. Да, это СИЗО и тюрьма. Да, то есть тоже московские власти. Вот вам пять подпольных единороссов. Новиков, Вассерман, Певцов, ну и Брюханова с Мельниковым. Почему-то в одном округе, может быть, там кого-то третьего хотят вымести. Понятно. Ну, молодец вы, Михаил Геннадьевич, что... Давайте в ТикТоке заблокировали. Раскручивайтесь в ТикТоке, даже там вас блокируют. Напомню, что основной канал Делягина был полностью удален с Ютуба, без права восстановления. На меня тоже прилетали жалобы. В какой-то момент, где-то на сутки, мой канал был тоже полностью удален. Но мне удалось восстановиться. Как потом выяснилось, что за один день в меня прилетело сразу четыре страйка. То есть кто-то очень хорошо постарался, долго копил эти жалобы, чтобы было к чему прицепиться. И в один день резко все это было отправлено в службу поддержки Ютуба. Михаил Геннадьевич, как по-вашему, вот эти вот притеснения, мы внезапно переходим с экономической повестки на предвыборную. И тем не менее, что думают люди? Вот пойдут ли они вообще голосовать? Как сейчас ситуация меняется? Вчера в ЦИОМ опубликовал данные, что явка будет в районе 50%, возможно, даже до 70%. Ну, если это правда, то это провал Единой России, потому что они занимаются сушкой явки. Но пока я, может быть, я слишком сильно пострадал от интернет-эскадронов смерти Единой России, которые есть и которые работают. Но я могу сказать, что пока, по комментариям, которые я вижу, в общем-то, картина меня крайне неприятна. Что вы имеете в виду? Огромное количество людей будет голосовать за отдавать свой голос Единой России путем отказа от выборов. То есть, все плохие, все козлы, я никого не люблю, значит, я на выборы не пойду, вот вам, пожалуйста, голос Единой России, де-факто. Второй вариант. А вот есть микропартии симпатичные. Вот я буду голосовать поэтому за микропартии, которые в Госдуму точно не попадут. Вот я мусульманин, поэтому я буду голосовать за партию шариата, за Максима Ленарьевича Шевченко и за товарища Курбана. Вы уже называете это партией шариата? Ну, их Курбанов, там, второчек или третьих партий, я не знаю какой, агитировал за это экологическое поселение Аминовка, от которого уже по окрестным деревням ходят шариатские патрули и объясняют, как нужно одеваться. Пока без применения насилия. Пока насилие только вербальное, только угроза и все остальное. ФСБ сейчас сказал, что он будет проверять, но понятно, что, скорее всего, не будут проверять не, так сказать, исламское государство, которое господин Воробьев строит в Подмосковье, в Недальнем. Они будут проверять местные жители, как в Кандапоге, как везде, где русские пытались противостоять государственной стратегии «Россия не для русских». Так что для меня эта партия шариат, однозначно. Потом, значит, партия, кто-то хочет расчленения России, кто-то чувствует себя либералом, вот он отдаст свои голоса яблоку. Яблоко точно 5% не наберет, вот вам, пожалуйста, голоса «Единой России». Кто-то не хочет политики строительства по всей стране заводов по производству диоксина и выброса этого диоксина в воздух, чтобы люди побольше болели онкологией, чтобы фармацевтические олигархи на этих муках и страданиях наживались, забирая деньги из федерального бюджета. Ну, заводы по производству диоксина известны под псевдонимом «Устросжигательный завод». Эти люди говорят, мы будем за экологов, ну, вот вам голоса, опять уходят в пользу «Единой России». Кто-то говорит, я коммунист, но Зюганова не люблю, поэтому я буду за коммунистов России голосовать. Бинго, опять голоса уходят в пользу «Единой России». Которые туда пошли, потому что они не любят Зюганова и не любят Прилепина. И они решили, слушайте, какая разница. Welcome, дорогие товарищи, как это комфортной вакцинации вам и вашим детям. Точнее, комфортной вивисекции. Это политическая система, которая выстроена так, что если вы голосуете сердцем, то на самом деле вы голосуете жопой, извините за мой французский. Она эксплуатирует лучшие качества людей и заставляет людей сжигать самих себя при помощи этих лучших качеств. Ну что, Бастерман плохой человек? Да прекрасный человек. Да я бы за него сам голос отдал, но, прости господи, он «Единой России» отдался. Все. Он как зайка будет голосовать за все эти преступления. Ну, уже замечен он в высказываниях, а-ля пенсии вообще надо отменять. Если у пенсионера будут знать, что кроме детей и внуков их никто обеспечивать не сможет, значит, они будут рожать максимальное число этих самых детей и внуков. Да, пенсионеры будут рожать максимальное количество детей. Это у нас, если мне память не изменяет, последний девственник России рассказывает. Да. Как он именовал в свое время. Да. Ну вот пусть девственники рожают детей 60 лет. Друзья, если что, это не какой-то скабрезный юмор. Дело в том, что Бастерман в молодости проиграл пари, заключил спор, что он не будет иметь отношения с женщинами, и он, по собственным утверждениям, держится до сих пор. Сколько там ему уже лет? За 60, наверное? Ну, послушайте, это свободный выбор каждого человека. Да. Кто устраивается своей жизнью и что об этом рассказывать. Это в данном случае не важно. Но когда человек, который вот это про себя рассказывает, потом начинает кого-то учить рожать детей, это выглядит непристойно. Вот это выглядит непристойно. Дальше человек топит за лови секцию. Умный человек вроде эрудит, читать умеет. Считать умеет. И, наконец, еще один вообще фантасмагорический, но распространенный момент из комментов. Люди, вроде взрослые, психически нормальные, судя по тексту, пишут, а вот я не хочу, чтобы у меня украли мой голос. Поэтому я приду на избирательный участок, возьму бюллетень и унесу его с собой. Блин! Бушик, ты просто проголосуй за Единую Россию тогда уже, чтобы не мучиться. Или еще. Я напишу поперек избирательного бюллетеня «Долой Единую Россию». Или сейчас народ уже с моих слов начал вглядываться в эмблему «Долой козлов в медвежьей шкуре». Ребята, порча бюллетеня, ну помимо того, что если это оскорбление, то по почерку вас выявят, а и будут проблемы. А во-вторых, порча бюллетеня – голос Единой России. То есть в реальности, в реальности у нас ни одна непарламентская партия в Госдуму не проходит. Есть крохотный шанс у новых людей. Так что если вы за капитализм и за эксплуатацию человека человеком, и за многоуровневый MLM-маркетинг, то можете поэкспериментировать. Но не более того. Скорее всего, не попадут. Попадут отдельные одномандентники от них. Дальше. Вы имеете выбор в реальности. Вы можете миллионным способом проголосовать за Единую Россию. Если вы хотите голосовать за себя, у вас три партии. Первая – ЛДПР. Не все правильные сексуальные ориентации для того, чтобы голосовать за эту партию. Скажем прямо. Второе. ЛДПР поддерживает практически все, ну я внимательно не следил, но по-моему все, практически все преступные ежегодные бюджеты Единой России. Есть даже табличка, я ее показывал в одном из роликов. Они голосуют за бюджеты, которые блокируют развитие. И послушайте товарища Жириновского, чего он несет про ВИСЕКЦУ. Там процентка отдыхает. Так что если вы хотите голосовать за ЛДПР, подумайте. Может на самом деле вам правильнее голосовать за Единую Россию, потому что то же самое только в профи. Второе. У вас реальный выбор. У вас остается справедливая Россия и КПР. Вот ваш реальный выбор. Я за справедливую Россию могу долго рассказывать, как там Жириновский, извините, Зюганов в начале нулевых в нерушимом союзе с Единой Россией мочил Примакова и Лужкова по команде администрации президента. Но это все сложные, это все детали про коммунистов Армании, про монархию, которую он, так сказать, Лене, не подумайте, что Голубкову хочет отдать власть. Это все детали и лирика. Потому что вы голосуете не за партию. Вы голосуете. Вы можете любить Зюганова или не любить Прилепина, Семигина, вообще песня. Неважно. Но вы выражаете свое отношение к Единой России. Единственный способ выразить ваш протест против сегодняшней государственной политики – это проголосовать за справедливую Россию или КПР. Причем, если вы будете голосовать в электронном виде, ваш голос с высокой степенью вероятности будет украден. Это мое предположение, которое основано на том, что за электронное голосование агитируют люди с абсолютно однозначной репутацией. Начиная с того самого пресловутого Венедиктова, который мошенничает и с гордостью потом рассказывает о своих мошенничествах, как он, так сказать, противостоял тому самому возвращению Дзержинскому на Лубянку. Сейчас и на Ютубе, и в Телеграме огромные просто объемы именно рекламы в пользу электронного голосования абсолютно ото всех. Вы можете зайти к блогеру, если видите у него рекламу электронного голосования типа «Ой, как опасно идти, там можно подцепить коронавирус», «Ой, я лучше поеду на дачу, проголосую через мобильный телефон» или «Ой, наконец-то до нас добрались высокие технологии, какое счастье, что мы теперь можем не идти толкаться в какой-то очереди». Высокие технологии – это хорошо. Я все время сам агитирую за то, чтобы проводились референдумы по смартфону пять раз в сутки. Я за это делаю. Но в данном случае товарищ Венедиктов, факт того, что Венедиктов за это, заставляет заподозрить в этом системное мошенничество. Потому что можно типа бороться наблюдателями на обычном голосовании, но здесь наблюдатели, как я понимаю, не помогут. Второе. Голосование трехдневное. В мае прошлого года я на тишайшей радиостанции «Комсомольская правда» с крайне лояльной аудиторией провожу опрос. Считаете ли вы трехдневное голосование гарантией фальсификации? 82% сочли это гарантией фальсификации. Поэтому голосуем 19-го числа после обеда. Да, может быть, придется постоять в очереди. Может быть. Лучше стоять в очереди на избирательный участок, чем в МОРК или в СИЗО. А перспективы у нас реально такие. И если у вас есть время, еще не поздно записаться на курсы, обучиться искусству наблюдателя и пойти наблюдателем на эти выборы. Это серьезно. Это важно. Потому что уже публикуются аудиозаписи из разных регионов, как эмиссары из Центра, эмиссары «Единой России» и учат местных, так сказать, этих самых сотрудников избирательных органов фальсифицировать выборы. То есть эти выборы, с моей точки зрения, будут фальсифицированы. Вопрос в какой степени. Да, на самом деле много сейчас информации просачивается на тему того, что давайте-ка мы подменим книги учета избирателей в самый последний момент. «Но если будут активные наблюдатели, лучше не рискуйте, нам прокуратура не нужна. Давайте мы много вбросим во время надомного голосования выездного, но если будут активные наблюдатели, лучше не рискуйте, бог с ним. Давайте устроим карусель, но если активные наблюдатели, туда не суемся». Они даже в их секретных там вот этих инструктажах, о которых вы говорите, Михаил Геннадьевич, они все время упоминают. «Нет, если будут наблюдатели, не рыпаемся, вбросят в другом месте. Если мы закроем подавляющее большинство участков, фальсификации удастся избежать». И в этом отношении для меня Москва является некоторой надеждой, потому что посмотрите на прошлый выбор в Мосгордуму. На самом деле для московских властей Мосгордума намного важнее Госдумы. Это важно. Потому что Мосгордумы, они свои. А Госдумы, ребята, разбирайтесь сами там на вашей старой площади. Ну, конечно, Мосгордума принимает решение, сколько денег выделится на ту же плитку, бордюринг, благоустройство парков скамеечки. Это те деньги, которые достанутся или не достанутся московским властям. Поэтому… Да, это их деньги, которые они рассчитают своими. И даже в Мосгордуму, даже от «Единой России» попали не те, кого они хотели. Понимаете, помимо того, что попало довольно много людей, которые выражают мнение москвичей, а не мнение московских воров, попало… Даже единороссы попали не те, кого они хотели. Это реальный факт, история, реальные события. Это сделали вы, дорогие друзья. Год назад. Пожалуйста, повторите. Хорошо. Еще один вопрос. Возвращаемся к экономическим. Концессии. Интересное слово. Что это вообще такое? Сейчас его начинают активно обсуждать в отношении развития Дальнего Востока, прошедшего там форума. Что такое концессии? Хорошо это или плохо? Что думает… Подразумевает под этим словом наша государственная машина? Значит, это принцип, опробованный в ЖКХ. Когда государство не хочет исполнять свои служебные обязанности, говорит, о, вот частный инвестор, пусть он вложится и творит все, что угодно, ну, а мы будем получать свою копеечку и соблюдение каких-то маленьких норм. А дальше частный инвестор вкладывается и говорит государству, дорогие друзья, а вы знаете, вот или этот город остается без тепла и света и воды, или вы соглашаетесь на изменение первоначальных условий, обычно на повышение тарифов. Потому что мне так хочется. А мои внутренние расчеты у вас проверять людей некому. Я их всех куплю. Если у вас даже есть люди, которые способны пользоваться калькулятом. Так это выглядит в ЖКХ. В стране, как это будет выглядеть на новых проектах. Я напоминаю, что Троцкий был последний руководитель именно главконцесс Кома. Он уже был вычищен отовсюду. Он оставался на концессиях. Потому что это реальный бизнес. Государство отказывается от развития данной территории. И говорит, товарищи инвесторы, заходите. Приходит инвестор, который должен обеспечить такие-то показатели. Такое-то количество угля, например. Такое-то количество налогов. Все. Такое-то количество рабочих мест, но для гастарбайтов. И дальше он творит там все, что угодно. Без преувеличения. Ну, можно, конечно, проложиться требованием по экологии. Надеюсь, что в каких-то местах на это ума хватит. В каких-то местах наверняка на это ума не хватит. Но самое главное, что это отдача возможностей зарабатывания бешеных денег частному сектору. То есть государство отказывается от исполнения своих обязанностей. И в связи с этим отказывается от очень-очень больших денег. Которые, правда, потенциальны. И за которыми нужно поработать. Но оно даже не может прикинуть, какие эти деньги, какова эта сумма. Это колониальный метод освоения территории. Колониальный. А перспективы Курильские острова сделать льготной налоговой зоной, практически безналоговой? Что это? Насколько это адекватно? Значит, давайте разделять. А. Безналоговой зоны я руками и ногами за. Можно подумать, там сейчас какие-то налоги собираются. Привлечение туда иностранного капитала. Руками и ногами за с маленькой поправкой. А. Наши военные базы. Б. Наш жесточайший контроль. В том числе финансовый. И. В. Доля японского капитала не более 10%. Пожалуйста. Пожалуйста.